Добрый день, друзья! Добро пожаловать в наш отель Bally Pool Villas. Это заброшенный отель недалеко от центра Паттайи, всего 7 километров от Джамтена. И вы здесь, в уникальном заброшенном отеле. Кстати, вот ключи от вашей виллы Lux Premium VIP президент номер. Субтитры сделал DimaTorzok Называется он Bally Pool Villas, как я уже сказала. Пойдемте покажу. Красота начинается буквально, как только вы подъезжаете к отелю на такси и выходите из автомобиля со своими вещами. Здесь уже начинаются культуры, фигуры, резьба по дереву. И провожает это великолепие вас все в самую глубь отеля. Если читать отзывы на гугле об этом отеле и на других ресурсах, то сразу видно, кто из оставляющих отзывы где был. Те, кто были на Бали, говорят, что отель выполнен в балийском стиле. Те, кто был в Камбодже, говорят, что отель выполнен в традиционно кхмерской культуре. Я на Бали не была, зато была в Камбодже. И вот, что я вам должна сказать, ребята. Это пока что не совсем Камбоджа, поэтому я больше на стороне тех, кто уверяет, что это балийская культура. Хотя подозреваю, что это просто такой вот микс, который намешали и создали это удивительное место. Камбоджа строительство отеля заняло у владельцев четыре года и большую часть времени заняло именно разрастание растений которые здесь были насажены посмотрите инсталляции которые мы здесь видим они очень часто используются для проведения различных мероприятий чаще всего здесь устраивают свадьбы согласитесь место очень антуражное и я прям вижу как здесь можно совместить красивую свадебную фотосессию можно провести венчание по балийским обрядом по тайским обрядом или может быть даже абсолютно европейскую свадьбу интересно что вокруг некоторых деревьев которые уже здесь росли постройки просто поставили то есть они не уничтожили не спилили не срубили их а обыграли и строили скорее постройки чем растения в этот отель из-за ковида отель стоял заброшенным и видно что он начинает приходить в опустение но даже сейчас видно что многие детали были продуманы просто ну вот потрясающе с творческим подходом из обыкновенного колеса сделали целую лавочку и такой подход он здесь во всем наблюдается все-таки я больше склоняюсь к тому что это балийская архитектура по ходу движения к ресепшен вы натыкаетесь на такое интересное сооружение видно что здесь когда-то был пруд прям вот у меня не знаю скорее всего это был рукотворный пруд потому что раз он пересох соответственно источника поступления воды здесь нет заброшенный пруд через него такой вот помост и здесь находился в центре пруда такой вот домик но это не просто томик это святилище если заглянуть туда в окошко то видно что там находится алтарь божества различные скульптуры скульптуры божеств вот но он закрыт на замок в принципе по понятным причинам раз отель заброшен чтоб не вандалы никто туда не зашел и не осквернил это здание держит закрытым повсюду на территории находятся такие интересные беседки них развешен текстиль он конечно нуждается в стирке но представьте как это здорово когда ты здесь сидишь дует ветер эти разлетающиеся полотна ткани создают атмосферное настроение вот эти детали они вообще масштаб поражает сколько труда было вложено в создание этой территории и как жаль что сейчас она вот такая заброшенная хотя я сейчас читала ну и пойду сейчас удостоверюсь на ресепшн что некоторые виллы уже функционируют и здесь можно их арендовать и пожить но вот сама территория то есть мы проходим мимо столики стульчики они покрыты пылью видно что персонала либо не хватает либо еще не запущен отель в полную силу после к видных ограничений по территории как и в любом отеле есть таблички с указаниями сейчас мы с вами движемся в сторону ресепшн и еще нескольких вилл вообще я должна сказать что идея грандиозная и сюда нужно приезжать было и я надеюсь что еще будет возможность что они восстановят отель сюда была возможность бы приезжать побыть наедине с собой эдакий знаете ретрит detox от медиа от социальных сетей от шума от городской суеты потому что здесь невероятно тихо это очень удаленное место как очень где-то минут 20-30 например джам тена на машине ехать если с пробками а без пробок даже быстрее но тем не менее очень красиво вот так выглядит вход на территорию любой виллы резные двери под старину на замке они закрыты здесь же вписаны деревья в этот портал старый с корой стоят статуи в общем очень красивый антураж только взгляните на это такое нужно однажды увидеть и попробовать здесь остановиться и и Место настолько аутентичное, что лично мне здесь хочется перефотографировать абсолютно все, что на каждой лавочке, на каждом лежаке, возле каждого памятника, возле каждой скульптуры просто разбегаются глаза от количества деталей и изумляет, насколько здесь все было продумано и проработано. Чтобы посмотреть этот шедевр архитектуры местного современного разлива, можно не обязательно бронировать здесь вилу, а просто приехать и погулять. Стоимость погулять здесь составляет 120 человека. Добраться сюда проще всего на такси, честно говоря, я думаю, это единственный способ, как сюда можно добраться, если у вас нет своего для арендованного транспорта. Точку на гугл-картах я оставлю в описании к этому видео. Зная местных гидов, я удивлена, что сюда до сих пор не возят туристов. И пока эту жемчужину еще можно осмотреть без столб туристов, обязательно приезжайте сюда, если вдруг окажетесь в ПТЕ. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наконец мы добрались до ресепшн. Он прям утоплен вглубь территории отеля. Классные вот эти вот плиты. Возможно, здесь даже в этих канальчиках была вода. Сейчас гуляет собачка. Такая хорошенькая. Привет! Смотрите, здесь на территории отеля очень большое внимание отдается именно нагам, которые так популярны и в балийской, и в тайской, и в хмерской культуре. Ресепшн тоже выглядит заброшенным. Честно говоря, я практически уверена, что здесь никогда особо никого не бывает. Но какое внимание к деталям и какое отношение к гостям? Вы не стоите возле ресепшна, вы присаживаетесь на этот деревянный, полностью из дерева сделанный стул и заполняете бумаги, необходимые для заезда. Получаете ключи, карточки от номеров и отправляете свой долгожданный отдых на виллу. Полотна по всей территории, они разноцветные, от белых до вот таких цветов фуксий. Они очень красиво развиваются на ветру, и это прям настолько впечатляющее зрелище. Фотографы и модели, здесь будут отличные кадры. Конечно, сейчас отель все еще в запустении. Смотрите, вот предполагалось, что здесь возможно лилась вода, ну или просто были наполнены эти каналы, фонтанчики. Мне нравится эта плитка, только взгляните, вот это шедевр. Я бы себе такую дома в ванне постелила. Кроме резьбы по дереву, статуи из камня, бетона, здесь также периодически встречаются расставленные картины. Все они выполнены все в том же балийском стиле, но я почему-то уверена, что это балийский стиль. Знатоки Бали, скажите, да? Нет? Напишите в комментариях. Так вот, это очень красиво и привлекает внимание. Хочется остановиться и долго рассматривать, вглядываться в линии, которые создал автор картины. Субтитры сделал DimaTorzok Строительные и уборочные работы на территории все еще ведутся. И персонала, как мы видим по заброшенности территорий, не хватает. На территории функционирует кафе, бар, где можно перекусить, выпить прохладительные напитки. То есть, часть территории они разгребли и теперь она функционирует. А оставшиеся еще пока продолжают разгребать. Туалет на территории тоже имеется. А вот, как я и предполагала, один из фонтанов работает все-таки. Территория, правда, большая. Здесь гулять не перегулять. И, опять же, я повторюсь, ну просто невозможно не повториться. Удивляет, что такая огромная территория и такое внимание к деталям, к мелочам. Все так проработано. Классное место. По всей территории разбросаны вот такие столики, стульчики для того, чтобы присесть, выпить напиток. Мне нравится, что многие столы украшены светильниками. Думаю, что они зажигаются в темноте. Я читала, что они зажигаются в темноте и сюда можно приехать погулять ночью. Но есть один минус. Комары. Их здесь просто стаи. Добро пожаловать в нашу лапшичную. У нас есть тысячи видов различной лапши. Рамен, удон, стеклянная, рисовая, гречневая. Как его вы бы предпочли? Насколько острый вы бы ее хотели? Что вы бы хотели к своим добавкам? Морепродукты, мясо, курица, овощи. У нас есть специальное вегетарианское меню. Этот очень интересный зверь напоминает мне ламу. Понимаю, что это не совсем уместно, но, ребята, как-то я ездила в Сочи и там кормила лам. Об этом у меня есть потрясающе интересное видео. Посмотрите его обязательно. Очень много строительных работ происходит прямо сейчас. Думаю, что перезапуск где-то близко. Часть вилл находится вот в таком полудостроенном, полунедостроенном состоянии. Идет ремонт, всюду стоят ведра от цемента, мешки с цементом. Ну, прям видно, что внутри наводят лоск и готовятся к тому, чтобы запустить этот отель. Хотя часть вилл, ну, буквально несколько, сейчас функционируют. Мягко говоря, находятся они не в самом лучшем состоянии, но, тем не менее, если вы хотите ощутить этот антураж, переночевать здесь или провести какое-то мероприятие в особой атмосфере, то, пожалуйста, you are welcome, а отель открыт. С другой стороны, виллы, которые сейчас ремонтируют и собираются, не правильно говорить, ремонтируют, реновируют. Виллы, которые сейчас реновируют, они уже не выглядят такими аутентичными. Мы уже видим пластиковые окна. Резьба, конечно, еще кое-где осталась, но это уже совсем не тот антураж. И пока у отеля еще остается этот шарм старинного заброшенного отеля в джунглях, приезжайте, посмотрите, поживите здесь хотя бы пару ночей и ощутите это настроение. Там, где другие увидят разруху, я вижу красоту, которая прошла сквозь время и не потеряла свое очарование. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот она такая вот в форме черепашки. Все, о чем я говорю, здесь деталей миллион. Я придумала для отеля бизнес-идею просто на миллион. Значит, берете вот такие какие-нибудь маленькие детали, там, грубо говоря, это пепельницы или еще что-то, и создаете квест в стиле новомодных разукрашек. Найти пять предметов на территории отеля, делите людей на команды, они должны бегать, находить и фотографировать. Те, кто быстрее всех соберет артефакты, выиграли. Естественно, на территории не обойдется без традиционных для таких культур и стилей качели. Они расставлены по территории, тоже интересная находка для фотографий тем, кто приедет сюда на фотосессию. Знаете, мне кажется, это место идеально подойдет для какой-нибудь романтической прогулки, погулять одному здесь, собраться с мыслями, вдохновиться, посмотреть на эту тонкую работу. Думаю, что это, конечно же, не один художник, а много различных мастерских, художников, авторов, архитекторов, мастеров резьбы по дереву создавали все эти детали. Но собрать это воедино, сложить из этого такой шедевр, я считаю, что это заслуженно назваться мастерством. Да, здесь интересно, красиво, антуражно. Пока что здесь этот флёр, налёт заброшенности. Как будто я снова вернулась в старинные камбоджийские храмы, которые поглотили джунгли. Но это уже совсем другая история. Здесь хочется побыть какое-то время наедине со своими мыслями. Поэтому, если вам такое настроение близко, обязательно приезжайте сюда, делайте фотографии, гуляйте, наслаждайтесь, рассматривайте детали. Я уверена, что вы откроете здесь для себя что-то своё. Потому что взгляд, он цепляется за то, что ближе тебе по настроению, антуражу. И каждый найдёт свои какие-то детали, свои какие-то архитектурные, ну это не архитектурные памятники. Это не старина, это всё-таки новодел, но тем не менее, это очень красивый новодел, очень грамотно состаренный. Надеюсь, вам понравилось в нашем отеле. Вы провели здесь незабываемые дни и ночи, отдохнули, набрали сил и вдохновения. Ну а если на самом деле рада, что вы досмотрели до конца, ставьте свои лайки, пишите комментарии. Не забывайте, что у меня есть социальные сети, такие как телеграм и инстаграм, где я опубликую свою жизнь в режиме онлайн, и те, кто на них подписан, уже видели про этот отель и фотографии, и небольшие видеообзоры, читали всю информацию, которую я о нём развестила в своих социальных сетях, а сейчас посмотрели уже полный обзор. До новых встреч, друзья! Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok